В мэрии Бишкека высоко оценили работу культурно-развлекательного заведения «Запой». Напомним, что караоке-клуб «Запой» представляет собой пример креативной урбанистики, когда старое, морально устаревшее культурное учреждение, Дом науки и техники, усилиями креативных менеджеров и эффективных собственников трансформируется в креативно-досуговый кластер. В мэрии особенно отметили заботу владельцев караоке-клуба о культурном наследии – мозаике, когда-то украшавшей фасад Дома науки и техники. Владельцы креативно подошли к решению столь сложной задачи. Они закрасили мозаику коричневой краской. Как это красиво! По мнению мэрии, такой способ позволяет сохранить мозаику от пыли, от беджания и вандалов. Мэрия Бишкека рекомендует всем собственникам зданий, на которых расположены мозаики, следовать примеру креативно-культурного центра «Запой». Партия ЖББ «Жизнь без бытва» в целом поддерживает усилия мэрии по созданию в Бишкеке креативной среды на месте советских культурно-просветительских учреждений, музеев, театров и домов культуры. Однако в партии выступили с инициативой более эффективного управления городскими активами, в частности, многочисленными мозаичными панно советского периода. В партии сообщили, что консультировались с экспертами лондонского аукционного дома «Сотбис», которые подтвердили высокую художественную ценность и, что крайне важно, рыночную стоимость бишкекских мозаик. В партии считают, что закрашивание мозаик – неэффективный способ их сохранения. Мозаики можно передать в собственность истинным ценителям искусства, богатым и успешным людям, представителям бизнес-класса. Напомним, что мэрии уже предпринимались попытки продать мозаики, и этот опыт привел к конфликту собственников. Владелец мозаики решил продать ее на аукционе и демонтировал торец, на котором располагалась мозаика – многоэтажного жилого дома по улице Советской. За комментариями по поводу этой ситуации мы обратились к медиаперсоне. Вопрос о частной собственности, говорит медиаперсона, не может быть половинчатых решений. Нужно идти до конца. Владельцы квартир должны были сами приобрести мозаику по частям, и эта ситуация бы не возникла. Они могли бы вывернуть торец внутрь своих квартир. По-моему, это очень оригинальное решение. Ну а сейчас у мозаики есть собственник, и он может делать с ней все, что посчитает нужным. Да и вообще, жители дома могут наслаждаться прекрасным видом. Во всем ведь нужно видеть позитив. А стены? Стены вообще ограничивают нашу свободу. Поэтому долой стены! Долой стены! В Бишкеке еще много советских мозаик, и мы будем следить за развитием событий. Редактор субтитров А.Семкин